Йоу! Привет! Как дела? Это Давадым и сейчас мы находимся в Ростове-на-Доану в Кальянной Мамуния. И сегодня у нас будет такой вот маленький обзорчик продукта Милана, на который я уже снимал обзор и вроде бы не раз. И каждый раз ребятки дают что-то новое. И давайте же посмотрим, у нас уже все забито, что же ребятки сделали в этот раз. Что самое интересное? Гульбахар табака. Здесь все так презентабельно, красивенько. Вот такая вот есть штучечка. Ты вроде такой думаешь, надо же почитать. И начинаешь читать и понимаешь, что очень много лишнего написано. А какие они супер крутые, какие они супер-супер премиум. Но текст это текст, а как мы знаем, что тексту в принципе верить нельзя. Все это проделки маркетологов и всего остального. А давайте же мы уже поговорим конкретно о продукте, тем, что мы его будем пробовать. Отсюда уже и будем отталкиваться. Что у нас есть? Смотрите, наверное, начнем не с табака, а, наверное, начнем с одноразок от компании Милана. Называется это Я Милана. Их особенность в чем? В принципе, ни в чем. Это хорошие одноразки, которые в принципе можно спокойно покурить. 600 затяжек, но особенность в том, что ребятки заявляют, что здесь не содержится, то есть не используется солевой никотин, а используется обычный. Честно, я в рот не ебу, в чем разница. Я одну уже полноценно прокурил эту одноразку и так в принципе и до конца не вдуплел. Если ты знаешь, в чем разница солевого никотина от обычного никотина, ни в характеристиках, ни в тексте, ты можешь открыть, мне это не мешает, пускай он заходит там. То будь добр, напиши в комментариях, потому что на ощущение большой разницы я не почувствовал, учитывая то, что я как бы, блядь, ну все это пробую и курю. Это первое. Второе есть. Вот такой вот испаритель, грубо говоря, уже со сменными картриджами. И я думаю, его мы, собственно, и разыграем. Как разыграем, я вам расскажу попозже. Ну и, конечно же, к самому интересному. Это тебе что-то напоминает, братишка? Ну-ка давай скажи мне, что тебе это может в принципе напоминать. Я тебе скажу вкратце, что мне это напоминает. Мне это напоминает старые добрые баночки лайлины. Была обычная лайлина, которая была в круглых тубусиках. А была лайлина голд, и она была вот в таких же вот упаковочках. Это прям немного флешбэч, это туда в прошлое. И ты такой думаешь, блин, я помню, как с этих баночек лайлины я забивал себе блюмист. Но это у нас не блюмист. И это у нас не лайлина, это у нас милана. Если ты внимательно посмотришь, а если ты это, конечно, видишь, то название вкусов М6, М12, М25, М14, М21. Что это? Все верно. Это, грубо говоря, уже шифровка вкусов. И это, на самом деле, очень стрёмно. Грубо говоря, что бы тебе вот такое... Ммм, у меня есть М12, М12. Что же у нас такое М12? Здесь ничего нет, там ничего нет. Приходится делать что? Приходится брать телефон в руки. Либо какой-то должен иметь брошюрку. И здесь ты уже начинаешь искать. М12, это у нас Double Apple. Это анисовое яблоко. Насколько это удобно, непонятно. Но судя по тому, что многие потихонечку уже переходят в такие вот моменты со вкусами, то скоро нас всех это ждёт, и это крайне неудобно. Да, по закону это будет правильно. Но в обиходе забей кальянчик мне немного М12 и добавь сюда М25 и чуточку М11. Примерно вот так вот это всё и будет проходить. Теперь давайте поговорим в целом про сам продукт. Открывается он у нас вот так. Здесь есть типа какая-то технология. Типа, да, чтобы у тебя до конца всё не потерялось. Из минусов. Алюминиевая баночка, которая от табака будет окисляться. Окисляться она будет 100%. Я знаю, мы это уже проходили. Плюс они не 100% герметичные. Они будут пропускать. Поэтому просто так высыпать пакетик тебе в эту баночку хуй за щеку. Не получится. Поэтому особенность этой баночки в 50 граммах я не вижу. Вообще никак. Единственное, это тебя спасёт вариант в 100-граммовой харековской упаковке, которая, кстати, у Милана тоже есть. Её обтягивать либо фольгой, либо каким-то стретч-пакетом и уже туда выкладывать табак. Но, запомни, табак плюс алюминиевые банки, это не есть хорошо. Идёт окисление и получается говно. Далее. По самому продукту. Как заверяет производитель, сейчас я вам расскажу примерно дословно. Они используют собственные сиропы. По аромке у них тоже всё очень круто. Табак по крепости средний, высокий, жаростойкий. По факту. Что мы имеем по факту? Жаростойкость явно на уровне дейли-хуки. Примерно низкая, лёгкая. То есть, курить её может абсолютно любой человек. С средней крепостью не тянет вообще никак, никуда. Чувствуется из-за слишком облегчённости, очень хорошо чувствуется вот прям пустота, какие-то пробелы. Но если вы курите что-то крепче, чем дейли-хука, и дейли-хука вам вообще не закатывает, то продукт Милана, я скорее всего думаю, что он вам вчистую вообще не зайдёт. Его идеально будет использовать чисто в миксах, какой-то миксологии, либо просто добавлять какие-то определённые вкусы, которые вам из этих букв М12, М15, М16, М17 понравились, то более-менее. Но вчистую очень-очень лёгкий продукт. По жаростойкости всё верно, очень жаростойкий. По сиропистости не сиропистый, но очень-очень мелко нарезанный. То есть фракция табачного листа, она прям очень мелкая, что, соответственно, сразу же вызывает маленькую проблему в том, что большой расход табачного листа идёт тебе на чашку, потому что он, в принципе, не пушится. Он такого же цвета, как дейли-хука. По аромке. Да, ты, наверное, думаешь, Дава, как ты их прокуривал, у тебя все банки запечатаны. Я вам скажу, ребятки сразу об этом позаботились и прислали мне ещё вот столичка разных вкусов. Соответственно, они не для продажи, поэтому с них я, собственно, и знакомился уже с самим продуктом. В принципе, они ничем не отличаются, их просто не упаковывали в баночку и, соответственно, не заклеивали акцизом. Прямо открыто заявляют, что производство у него в городе Ростов, Ярославской области, и, конечно, дистрибьютор Гульбахар Табака, который мы все, в принципе, так знаем по многим продуктам. А в целом, что бы я хотел в заключении сказать о данном продукте? Если ты куришь что-то лёгкое, и тебе охота, чтобы это не перегревалось, и это спокойно мог это курить, то Милана идеальный вариант, так как он гораздо дешевле многих продуктов и, соответственно, более экономичный, так скажем, да? Потому что, как бы, цена-качество. По качеству здесь, в принципе, всё ок. Что касается жаростойкости, она есть. Что касается аромки, она прикольная. Во многих вкусах прям очень здорово раскрывается. Также я тебе порекомендую попробовать такой вкус, как сицилийский лимон. Он очень прикольный, очень классный. Ну а чтобы забрать себе вот это, да и, наверное, давайте сделаем поинтереснее. Чтобы забрать себе весь этот бокс, ты переходи ко мне в Инстаграм, ссылка на нём есть, и я там тебе уже расскажу, как это всё выиграть. Так что это был Дала Дым, это у нас Мамуния. Всем пока!